Всем привет, меня зовут Денис, я профессионально занимаюсь видеопродакшеном и прямыми трансляциями. Сегодня я расскажу и покажу, как пользоваться программой VMIX. Мы скачаем, установим, активируем пробный период, добавим несколько инпутов, разберемся, как вообще, куда нажимать, и запустим наш первый пробный эфир. Итак, давайте приступим. Первое. Где скачать? Все очень просто. Открываем сайт vmx.com, переходим во вкладку Software, кнопочка Download, переходим, по центру видим большую кнопочку Download VMIX Software for Windows, жмем кнопочку Download. При нажатии этой кнопочки начнется скачивание. После того, как у вас скачается дистрибутив, двойным кликом начинаем установку. Все по умолчанию, все как обычно. Кнопка Далее, Согласны, Далее, 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 Жмем окончание установки. Окей. Первый запуск. После первого запуска программа попросит ввести ваш email. Собственно, мы это и делаем. И жмем активировать триал. Все, теперь у вас программа доступна в Pro-режиме на 60 дней, без никаких ограничений, просто 60 дней. Более чем классный триал, поэтому мы будем пользоваться именно им. После того, как вы подтвердили регистрацию, у вас появится окно, где вы выбираете разрешение, с которым будете транслировать, и частоту кадров. Выбираем необходимое нам разрешение, например, это будет 1920 на 1080, там это подписано просто 1080p, и выберем 25 кадров. Окей. Соглашаемся и видим вот это вот окно. Первым делом мы добавляем источники. Жмем Add Input, кнопочка слева внизу. Выбираем камеру. И выбираем вашу камеру. Я, например, выберу Sample Input для ознакомления. Представим, что это HDMI, выберем здесь качество, Full HD, 25 кадров. Видеоформат выбираем. Я оставлю по умолчанию. Enable Audio. Audio Input. Здесь выбираем наш микрофон. У меня это тестовые микрофоны, поэтому у вас здесь будет список ваших аудиоустройств. И жмем ОК. Добавляю какую-нибудь картинку. Просто вот так вот, drag and drop. Все, есть картинка. Выбираю эту картинку. При клике на нее она у нас отображается в левой части экрана. Левая часть экрана это превью. Здесь вы можете просмотреть ваш input, собственно источник, и увидеть, что вообще там происходит. Можете, если это видео, просмотреть его здесь, не пуская в эфир. Но мне же надо наоборот пустить его в эфир, поэтому я использую одну из кнопочек по центру. Кроме full screen. Вот эту кнопочку, любую из них. Например, cut. Чтобы отправить его в эфир. Итак, вот у нас сейчас это в эфире. Мы еще не стартанули, но тем не менее. Вот это у нас программ, это превью. Так называемые окна. Далее. Здесь у нас список input. Input это любой входящий сигнал. И мы можем с ним сделать все, что угодно. В последующих роликах я покажу, какие есть варианты, что с этим можно делать, и вообще, как это настраивать. Ну, сегодня в нашем примере мы просто используем камеру и изображение. Итак, слева у нас камера, как видим. Если у вас будет больше input, например, я добавлю сюда color bar. Еще. Вот. При клике на него он у нас отправляется в превью. И потом кнопочка любой, мы можем его отправить в эфир. Собственно, все, видим. Далее. У нас в аудио... Если у нас источник имеет аудиосигнал, как видите, вот он периодически простреливает этот тестовый сигнал, чтобы понять, что у нас вообще звук есть. Итак, как отправить его в эфир? Если у нас стоит двунаправленная стрелочка, то как только мы отправим видео или аудио, этот источник, как только мы отправим его в программ, у нас он автоматически активируется. Смотрим. Видим. Вот эта вот кнопочка у нас отвечает за то, чтобы у нас звук шел в эфир. Собственно, возвращаем обратно. Выключается. Это происходит за счет вот этой кнопочки. При ее активации у нас, соответственно, когда мы отправляем видео, совмещенное с аудио в эфир, включается аудио. Если мы уберем эту кнопочку и отправим видео в эфир, у нас аудио не включается. И, соответственно, значит, нам надо в ручном режиме его включать. Или же, если мы уберем из эфира картинку, то у нас аудио все еще останется. Звук видео я показал, как добавить. Давайте добавим эфир. Давайте добавим поток. Как это сделать? Я буду показывать на примере YouTube. Здесь я скопирую URL трансляции. Копировать. Настройка стрим. Собственно, здесь у меня эта ссылочка уже вставлена. Вставлена вставлена в URL. Выберем здесь Custom RTMP Server. Вставим ссылку на поток. И вставим ключ. Копировать ключ трансляции. Здесь вот можете его увидеть. Собственно, мы его и скопировали. Сюда мы его вставляем. Ctrl-V. Выбираем здесь качество, с которым будем транслировать. Я буду транслировать Full HD 4,5 мегабита. Жму Save and Close. Чтоб у нас сохранилось и закрылось это окно. И теперь при нажатии кнопки Stream. У меня начнется эфир. Давайте убедимся в этом на странице YouTube. Собственно, вот. Мы отправляем в эфир вот эту вот картинку. И она у нас, собственно, здесь и отправляется. Давайте отправим ColorBar. Отправили. Ждем, ждем, ждем. Давайте обновим в эфире, чтобы был. Да, вот. Отправилось. Давайте отправим камеру. Пам. Снова в эфире обновим, чтобы догнало. Догнало. Вот. Мы в эфире. Собственно, дальше. Запускаем обратно заставочку. И, например, мы решили, что на этом у нас конец трансляции. Выключаем микрофон. И жмем Stop Stream. Все. Да. Бам-бам-бам. И здесь кнопочку тоже завершить трансляцию. Завершить. На этом все. С вами был Денис. И в следующих видео я покажу более подробно конкретные настройки, конкретные фишечки, всякие функции, все, чем я пользуюсь при своей работе. Подписывайтесь. Смотрите другие видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok